как стать нужным и верным человеком мои дорогие все впереди понимаете я хотел бы сейчас кое-чем серьезном поговорить с вами и этот разговор очень такой важный для каждого из нас попытайтесь понять что развитие человека зависит от него самого но в какой в каком каком слое жизни он будет жить от него не зависит это решение бога я вам сейчас кое-что об этом расскажу существует три слоя жизни понимаете эти три слоя внимательный человек начнет разглядывать они внимательны не сможет первый слой жизни это невежественный слой там свой язык какой язык плотной жаргон там свои отношения какие отношения отношения братвы вот там свои слова там свои фразы свое понимание вещей своя пища это спиртное и соленая рыба то есть диета очень простая все что связано со спиртным является диетой вокруг этого дальше в этом слое свои законы жизни там есть свои правила из воры в законе и так далее я говорю сейчас об одном варианте невежественного слоя потому что допустим женщина которая живет депрессухи она тоже находится в невежестве или мужчина который просто бездельничает ничего делать не хочет слоняется и ищет себе женщин постоянно для развлечения это тоже невежественный человек просто всегда в невежественном слое люди никогда не смогут дружить даже деловой жизни дружбы у них никогда не будет потому что там каждый за себя понимаете и семьи создать в этом слое тоже невозможно потому что семья означает обязательства человек который хочет балдеть но зачем ему брать на себя какие-то обязательства понаслаждался бросил и все и поэтому там существуют свои правила в этом невежественном слое свои песни они тоже приносят части этой песне прощай со всех вокзалов поезда уходят дальние края прощай прощай мы расстаемся навсегда под белым небом января прощай и ничего не говори и ничего не обещали а что понять мою печаль густое небо видите как классно прощаться да когда есть такие правила невежественном слое люди прощаются с удовольствием с удовольствием потому что по-другому то не проживешь и у них своя философия семьи они говорят семья не нужно не нужен институт семьи живем вместе сколько хочется гражданский брак живем сколько хочется вместе надоело расходимся зачем нужна семья и там нет соответственно никаких отношений глубоких потому что как можно доверять человеку который тебя в любой момент может уйти невежественном слое нет открытия сердца потому что зачем открывать сердце страшно этим кто-то может воспользоваться против тебя невежественном слое процветает цинизм люди не доверяют друг другу и они играют в дружбу там у них вообще нет никакой дружбы они просто делают вид что они дружат братаны любимые мои это просто игра понимает что эти братаны потом все лежат с пулями в животе если есть необходимость в этом для невежественных людей существуют определенные фильмы это фильмы ужасов это секс кинематограф это всякие терминаторы там где вот это вот невежественное строение жизни поддерживается с помощью этих фильмов ведь нужно поддерживать все нужна идеология поэтому вот такие фильмы такие фильмы ужасов или вот такие вот такая система постоянно вражда идет везде везде тебя хотят убить человек такую весь зашуганный он обязательно побеждает потому что если человек невежественный понимает что он не сможет победить то он уже невежественный невежественный человек всегда считать что он точно победит у него нет сомнений вот это невежественная жизнь очень грубое питание мясо водка диета не слишком такая развитая соответственно пословица пускай работает железная пила не для того меня мама родила ведь и правда есть невежественном слое она имеет свою природу это правда теперь вопрос как оттуда вырваться когда человек решает жить по-другому он сразу оттуда вырваться не сможет потому что он находится в тисках такой жизни допустим из блатного круга сразу не выросли тебя могут даже прибить если ты захочешь это сделать нужно это делать постепенно с наркотиков сразу не выявляешься из пьяного круга не вырвешься, из злени не вырвешься, из депрессии сразу не вырвешься, даже если захотел. Другими словами, из этого слоя жизни не выйти просто так. Нужно время. И пока человек выходит из него, он должен терпеть. Он должен терпеть это одиночество, эту депрессию, эту пустоту, эту насилие вокруг. Вот, допустим, если женщина живет с мужем, которая ее постоянно бьет, она живет в невежественном слое. Понимаете жизни? Она терпит побои от человека, это значит, что она сама невежественная. Зачем терпеть побои? Можно жить отдельно. Но она зависит от него, поэтому она терпит. Это признак невежественного существования. Не обязательно бросать, ведь правда человека можно жить отдельно. Некоторые думают, зачем тогда его не бросать, надо бросать. Нет, это же ваша судьба. Живите отдельно, молитесь за него. Придет время, или Бог его от вас отвернет, или он исправится. Ничего бросать не надо, нужно все исправлять, пытаться. А там уж Бог сам решит.